Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника, обсуждаем рынки, делимся с нашими подписчиками и теми, кто следит за нашим контентом, информацией к тому, какие возможности на рынке можно использовать. Подсказываем тренды, которые сейчас набирают обороты и развиваются с учетом как раз новостного фона. Некоторая пауза у нас была на прошлой неделе, опять же, я отсутствовал, это по моей вине. Сейчас мы возвращаемся, опять же, к оценке общей рыночной ситуации. На фоне того ралли, который наблюдали по американской эволюции, ты, в целом, какого мнения придерживаешься касательно будущих действий Федрезерва? Сейчас на рынке спекулируют даже на теме того, что при сохранении тенденции роста инфляции американский регулятор вообще не созреет даже на хотя бы одно снижение ключевой процентной ставки в этом году. Ты, Виталий, разделяешь с точки зрения того, что ФРС может отложить вот эти изменения до 2025 года или еще слишком рано судить, учитывая то, что пока на календаре лишь апрель и слишком много времени еще в этом году, чтобы ситуация изменилась. Условия, как мы знаем, могут меняться за гораздо более короткие промежутки времени. Вообще, в целом, просто такая долгосрочная оценка действий Федрезерва и горизонт возможного роста для доллара. Буквально пару слов. Итак, приветствую всех. По поводу действий ФРС. Я еще в начале года, когда мы с тобой записали обзоры, я говорил, что инфляция в США будет расти. То есть, в такой долгосрочной перспективе. Потому что, ну, очень много денег милили. Как видим, эффект был по поводу, когда повысили ставки, что немножко инфляция снизилась, но, видимо, она снова набирает обороты. В долгосрочной перспективе, я думаю, она будет расти. Возможно, когда будут какие-то небольшие спады или торможения инфляции, то рынки будут показывать реакцию, там, условно, ослабление доллара, да, в какой-то момент, да. Возможно, какой-то даже сильный, как вариант, да. И поэтому участники рынка по-разному будут давать реакцию. А ФРС, в итоге, я думаю, что даже если он немножко, там, условно понесет ставки, дальше он все равно будет их держать или даже повышать. Потому что, я думаю, что вторая половина года или даже 25-й год он будет очень проблемный и, скажем, на финансовых рынках в целом. И даже не исключаю, если пойдет, скажем, будет с одной стороны большая инфляция, а с другой стороны будет плохо рынком и, возможно, ФРС пойдет на снижение ставки из-за этого. Это уже будем прослеживать. Вот недавно попал на такое высказывание. Нужно не угадывать, что будет делать ФРС, а анализировать клинические данные и основывая на этом, скажем, делать прогнозы. И так будет действовать ФРС. Да, это, собственно, как говорит каждый сейчас представитель американского регулятора, что у нас дорожной карты нету. А все решения принимаются на основании поступающих макроэкономических отчетов. Ну, в общем, говорят они нам много, но какую-то неопределенность на рынке все же сохраняют. И, может быть, это плохо. Но, с другой стороны, рынок, который в какой-то мере вроде бы как и с четким пониманием того, что может произойти, но, с другой стороны, никто не знает, когда именно произойдет. Отсюда и волатильность. Тот скажет, что самое главное, что должно быть на рынках, это как раз волатильность, а куда они пойдут, в конечном счете, не имеет значения. Кстати, вот ты правильно отметил, что даже есть сценарий, при котором американский регулятор, он не просто будет обдумывать возможный сценарий о снижении процентной ставки, но и при определенного рода развитии событий может поднять ставку. Это тоже нужно понимать, что американский регулятор – адаптивный регулятор. И, соответственно, если инфляция будет угрожающими темпами расти, то единственное лекарство, которое есть в арсенале каждого центрального банка борьбы с инфляцией – это проведение более жесткой монетарной политики. Но, наверное, прям совсем-то будет печально для тех же самых американских фондовых рынков, если условия будут такими, что ФРС будет вынужден вернуться к траектории повышения ключевой процентной ставки. Если это произойдет, я думаю, что мы заранее к этому подготовимся, тем более, что у нас с тобой встречи проходят довольно-таки регулярно, на еженедельной основе. Ну что, давай тогда к нашим рекомендациям. Начнем с индекса доллара, с демонстрации рабочего стола. Секундочку. Так, американская валюта – 106.02. Сейчас это четырехчасовой таймфрейм. Видим то, что признаки жизни покупателей снова подают. Коррекция, которая началась некоторое время назад, еще с конца прошлой недели, она в итоге далеко индекс доллара вниз не завела, и сейчас покупатели снова проявляют активность, вернули инструмент к локальным максимумам. Нужны дополнительные триггеры. Дополнительные вводные и свежая статистическая кровь, скажем так. Сегодня она будет в 13.45, по-моему, по GMT. Будет два важных отчета по американской экономике. Это индексы активности в промышленном секторе и сфере услуг. Сразу раз. Можете по прогнозам, друзья, посмотреть в экономических плендарях. Там в целом оптимистичные ожидания. То, что статистика, скорее всего, будет хорошей. Индексы остаются выше 50, то есть в зоне роста. И я сегодня в своем брифинге также уже говорил о том, что еще один сильный отчет – это как раз доказательство того, что американская экономика на самом деле остается перегретой. И в этом, может быть, кроется и основной риск для того, чтобы инфляция осталась в этой растущей траектории и, может быть, вышла на новые максимумы. ФРЭС уже дал понять, что реагирует на рост инфляции. И все прежние планы о том, что в июне ставка будет снижена, они уже совершенно неактуальны. Это невозможный сценарий. Вероятность снижения ставки в июне сейчас оценивается в 15%. И если инфляция дальше будет расти, а рынок труда прогрессирует, то, может быть, я займу позицию тех трейдеров, которые считают, что ФРЭС в лучшем случае снизит ставку только один раз в конце года, либо даже перенесет снижение ставки на начало следующего года. В общем, Виталий, раньше я думал то, что предел роста – это раньше, когда я ориентировался на июньское заседание, как то самое, когда ставку снизит. Я думал то, что к этому моменту времени индекс доллара благополучно дорастет до 106 пунктов, и потом уже можно будет его на долгосрок смело шаратить, потому что смягчение экономической политики – это негативный фактор для американского доллара. Сейчас я изменился в точку зрения, считаю, что недооценивал даже рост американского доллара, и думаю, что доллар может легко превысить и 107, и 108 пунктов, и оказаться выше. Поскольку все-таки по индексу доллара я всегда обозначаю долгосрочные ориентиры, думаю, что этот рост продолжится, и в конечном счете американская валюта выйдет выше. И сегодня как раз я ожидаю, что после выхода отчетов по индексам деловой активности индекс доллара попробует прорваться в район 106,5 пунктов. Так, по евро здесь совершенно предположенный взгляд – 0,646. Сегодня я видел оценку Морган Стэндли о том, что они ждут в перспективе трех месяцев, а я, кстати, раньше уровень 1,05. Евро снижается на контрасте монетарных политик, и даже если ставку все-таки ЦБ снизит в июне, нужно будет понимать, что это автоматически сделает евро аутсайдером рынка Форекс, потому что против евро котируется доллар, а за долларом стоит жесткая монетарная политика. Ждем дальнейшего развития нисходящей динамики. О золота, кстати, были вопросы в комментариях. Я думаю, что и тебе тоже, твои подписчики, задают вопросы касательно того, что ожидать от рынка драгоценных металлов. Коррекция существенная, которая началась с начала этой недели – это откат или начало развития нисходящего тренда. Рано еще отвечать на этот вопрос. В целом, я хочу отметить, что если рассматривать золото сейчас, то, наверное, скорее всего, как инструмент, который стоит продавать, потому что в текущих условиях крепкого доллара, высоких доходностей американских облигаций, сомнений Федрезерва в том, что уместно снижать процентную ставку, золото может отправить к прежнему максимуму только один фактор. Это значительная эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и жесткая конфронтация Ирана и Израиля. Я считаю, что до этого дела все-таки не дойдет. Я верю в это, как и, наверное, любой нормальный человек. Поэтому считаю, что этот фактор пока поддержки для золота несостоятельен, и, может быть, сейчас как раз нужно искать уже точки для продаж. Я за шарты и думаю, что золото в конечном счете провалится еще ниже. Рекомендую смотреть на рыночный сантимент. Пока значение 60-40. Как только будет перекос 70-30, то есть когда большинство, 70%, залезет в покупки, вот, считайте, тогда будет еще один, может быть, даже более убедительный аргумент за то, что нужно открывать все короткие позиции. Но длинными позициями пока не пар. Так, и что касается рынка нефти, 87 долларов за баррель сейчас. Я за дальнейшее снижение. Поскольку, опять же, тот же самый фактор поддержки для рынка нефти, это эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Этот фактор, на мой взгляд, сейчас вряд ли будет иметь какое-то воздействие на рынок нефти, потому что этой эскалации, скорее всего, дело не дойдет. И, с другой стороны, здесь уже риски в виде замедления темпов экономического роста Китая. Последние данные с прошлой недели по торговому балансу, там прям очень плохие показатели. Данные по инфляции, как мы помним, последние значения тоже подтвердили снижение потребительской активности. Продолжающийся рост запасов нефти в США. Эта неделя, я думаю, не будет исключения. Мы увидим прирост запасов как по версии Американского института нефти, так же, как и по версии Американского института нефтической информации. И укрепляющийся доллар тоже неконсивный фактор для АЦЕ. Я жду, что котировки протестят 85, причем сделают это успешно. И в целом ориентир вполне реален, то, что нефть может скорректироваться в районе 80 долларов за баррель. Виталий, слово тебе. Итак, еще раз приветствую всех. Давайте пройдемся по аналогичным инструментам. Выскажу свое мнение. Скажу так сразу, что мнение такое шаткое у меня. Потому что рынок такой, да, не всегда можно давать какой-то четкий прогноз. Есть иногда сомнения, нету полной картины, чтобы прогнозировать, будет, скорее всего, движение наверх или вниз. Но выскажу такой один момент, что ты сказал, что ждешь индекс доллара пока вверх. Ну, там, в ближайшей перспективе. Возможно, там, район 107 и так далее. У меня чуть-чуть другое мнение по данному инструменту. Я думаю, что... Скажем как, я предполагаю, что у нас где-то плюс-минус идет разворот по индексу доллара. Но это пока такая небольшая хотелка по некоторым моментам. И она должна подтвердиться паттернами, да, которые будут говорить, вот здесь можно шаркить индекс доллара или покупать евро-доллар. Вот это два важных момента. То есть, хотелка есть по определенным причинам. Скажем, ее сложно объяснить. Потому что это с точки зрения такой, скажем, теории волн. А по поводу, можно ли ее торговать. В принципе, можно попробовать. Вот, давайте там индекс доллара или евро-доллар. Давайте через евро-доллар это обсудим. Вот на текущий момент у нас по евро-доллару идет достаточно сильно нисходящий тренд вниз. Но видим, что евро-доллар затормозил в районе, получается, в районе 106 пунктов. То есть, здесь мы практически с прошлой недели. И вчера тестировали эту зону. Я думаю, что можно спекулятивно начинать покупать данный инструмент на стекущих со стоп-лоссом за 1.06. Обязательно со стоп-лоссом, потому что, если я ошибаюсь, и вот эта покупка моя не сработает, то мы, если провалим 1.06, то можем очень сильно уходить вниз, там, район 1.05, как я называл, да, на цели. И будет ли это возможно там ошибочно, что будет какой-то прорыв вниз 1.06, потом снова выкупим, наверх и так далее. Такой сценарий тоже возможен, но кто покупает, ну, кто будет придерживаться моей точки зрения, то обязательно со стоп-лоссом. Это я бы сказал по евро-доллару. Цели первые, это коррекционные, где-то в районе 1.07, там, 20 с копейками. И дальше будем уже смотреть, что будет рынок рисовать. Подтверждать покупки или это будет коррекция, потом будут скидывать. Это уже по факту я буду, скажем, комментировать или в закрытом канале, или в наших с тобой обзорах, или в своих обзорах. Помимо наших обзоров я также на своем YouTube-канале делаю обзоры один раз в неделю, иногда два, иногда меньше. Поэтому вот такое мнение. То есть видно, что где-то в районе 1.06 появился какой-то покупатель. Я бы сказал, что это прям не супер здесь модель, потому что не сильно я люблю такие модели, торговать против тренда. Плюс у нас, если говорить о глобальном снижении доллара, у нас, если посмотреть на картинку по евро-доллару, через крупный такой таббрейм за последние два года, у нас видно, что вот это движение, которое начиналось условно в начале 2023 года, то есть рэм, и вот это движение в последний год у нас коррекционное. И я не исключаю, что вот эта вся коррекция, она выйдет наверх, куда где-то в район 1.15, 1.18, 1.20, плюс-минус. При условии, что мы не будем проваливать 1.05. Потому что если мы здесь провалимся, то, скорее всего, это или это можно, это выносить, или это истинный тренд вниз и так далее на условиях, что ЕЦБ будет, скорее всего, понижать, как они планируют ставки, PRS нет, хотя это такое заложено, возможно, будут там где-то пересматривать и так далее. Поэтому евро у меня вот такой, такое видение рынка. Напомню, в прошлом нашем обзоре мы с тобой обсуждали евро и фунт. И я говорил, что евро, если закроется вот здесь ниже уровней вот этих, которые я называл, то здесь, скорее всего, будет снижение. Так оно и было. То есть, как видим, вот прошлый прогноз твой и мой, он совпал, и мы неплохо себя отработали. Что касается фунта, я комментировать не буду. Франк, в принципе, вот мы в прошлый раз с тобой его здесь обсуждали. 0,90 уровень поддержки. И, в принципе, я сказал, что здесь будет, скорее всего, рост, и мы его получили. А на текущий момент я по франку склоняюсь аналогично, как по евро, что не исключаю коррекцию вниз. Да, здесь сложно, очень коряво. Пока мы ниже 0,9125, плюс-минус, точнее, там, 1,09150, и есть вариант снижения. Но очень коряво. Что касается нефти и золота, я пока комментировать не буду, потому что там, ну, сложно мне сказать. Я поддерживаю, что золото и серебро пойдет на возможную коррекцию, более глубокую. Оно, в принципе, и так скорректировалось. Я, кстати, на прошлой неделе и в своих обзорах и сам покупал золото, рассчитывая, что будет какое-то обострение конфликта. Плюс технически все указывало на рост. Как видим, в четверга на пятницу этот прогноз локально отработался, но не глобально, потому что вот этот удар, который был, скажем, как некоторые СМИ показывают, что это был Израиль. Но Израиль официально сказал, что это такое, кошки-мышки, да, игрались. Он был, вот, видимо, здесь четверга на пятницу такой рост, но я ожидал его выше. Куда где-то, на обновление вот этих максимумов. Этого не произошло. Пошло все на запухание, и мы видим, этот тренд корректируется. Я пока думаю, что вот это все коррекция, заканется она или нет, я ее здесь не торгую и не даю комментарии. Когда она закончится или что-то проторгуется более понятное, тогда я буду там комментировать, что можно шарфить или покупать и так далее. Так, нефть аналогично. Коррекция. Я вижу перспективу по нефти где-то в район 100. То есть, напомню, где-то в прошлом месяце еще, в марте, я целился на 90. Мы 90 сделали, я думаю, что дальше будет 100. Но вопрос в окончании коррекции. Возможно, она здесь закончилась. Можно здесь рискнуть купить, но, честно скажу, сам лично не покупаю, сложно. Но если здесь купить, обязательно стоп-от за вчерашний минимум. Возможно, эта коррекция будет более глубокой. Поэтому лучше там получить стоп-лосс и потом уже подождать, посмотреть, что и как будет. Ситуация очень сложная. И напомню, сегодня экспирация по нефти по бренду. Поэтому, возможно, лучше через лайк там поторговать. По натуральному газу аналогично. Здесь экспирация. Сегодня в марте будет, там было в канале объявление. Здесь я уже давно советую покупать этот инструмент. Но я не исключаю обновления вот этих минимумов, которые были в начале года, в феврале. Вот после экспирации я бы где-то искал снова точки входа. Вот, точнее, возьму. Со стоп-лоссом обязательно за вот эти минимумы. Потому что мы можем провалиться, и я не знаю, на сколько. Плюс там что-то по поводу ограничений ЕС снова на СПГ. ЕС, Россия, не знаю, в каком это формате будет. Хотя они так закупаются этим газом через Францию, через другие страны. Такое. Возможно, закупились и как бы временно хотят что-то. Я сильно не вникаю. Но, возможно, это как-то фундаментально повлияет на рост газа в перспективе. Потому что рынок будет как-то напряжен. И трейдеры занервничают. Но пока видим, никакой реакции не было. Посмотрим. Ну и по рынку фондовому США. Здесь аналогично. У нас, помнишь, мы в прошлый вторник, я говорил, что можно пробовать шарпить фондовый индекс в США. То есть там S&P, NASDAQ, Dow Jones. И говорил, что стоп-лосс оставить за вот этот пик локальный, который был вот здесь хороший импульс. И мы это все отработали неплохо. И на текущий момент я считаю, что у нас по фондовому рынку это коррекция. И посмотрим, какие дальше данные будут по США. У нас на этой неделе помимо P&P, будут там P&P США, если не ошибаюсь, PCI в пятницу. Да, да. Теперь в пятницу. Да, да. И, возможно, мы, скажем, посмотрим, какая там картина будет. Ну, скажем, не то, что посмотрим. Посмотрим реакцию трейдеров на эту картину, на фундаментальную. И что мы здесь нарисуем. Если нарисуем окончание коррекции, то я дальше буду искать точки входа на покупку с целью обновления максимумов. Но буду очень аккуратен, потому что у нас, у меня здесь есть два сценария. Что это, первый, это маленькая коррекция, мы дальше идем в рост. И второй сценарий, что эта коррекция как-то затянется на очень долго, и поэтому, чтобы не пересиживать убытки, и потом вдруг это будет не коррекция, а вообще разворот тренда и так далее. Я буду следить, и если будут появляться какие-то точки входа хорошие, буду, скажем, говорить. Сейчас просто такой комментарий. Виталий, спасибо тебе за рекомендации по рынку, за то, что опять пробежался по такому большому количеству инструментов. Все верно, статистики будет очень много. Нам нужны, как и всему рынку, дополнительные триггеры для принятия решения. Рынку нужны только для этого движения. И сегодня как раз начнем анализировать статистику по PMI. Дальше ВВП, PCI, индекс расходов на личные потребления, там личные доходы, личные расходы. В общем, скучать не придется. И в следующий вторник уже обсудим, где рынки будут, что изменится с настроением и, может быть, что-то поменяется в риторике американского регулятора. Ну, на самом деле, вернее, вряд ли. Виталий, спасибо тебе за то, что уделил время, подключился, обсудил со мной рынки. Тебе и нашим подписчикам тоже хороших трейдов до конца этой недели. И увидимся в следующий вторник. Пока. Пока. Удачи.